Всем привет, дорогие друзья! С вами канал 3DVR и я ваш постоянный ведущий Алексей. И пока все расставляют свои датчики, настраивают оборудование, устанавливают программное обеспечение, чтобы поиграть и погрузиться в виртуальную реальность, к нам сегодня на анбоксинг попала вот такая вот коробочка. Мило, да? Многие ждут ее на предзаказе, у нас она сейчас уже на данный момент есть и сегодня для вас мы ее вскрываем. Итак, это анбокс Sony VR. Поехали! Вот такой вот кит попал к нам в руки, его предзаказ. Так, давайте же вскроем упаковку. Итак, собственно говоря, все, упаковка вскрыта. Единственная наклейка, которая блокировала нам открыть упаковки, была разрезана мной благополучно. Теперь давайте все это дело вскрывать. Так, это все? Sony гордятся вообще своими методами... Вау! Коробками-трансформерами, хотел я сказать. Вот так вот все это дело выглядит. Внутри у нас еще один... Вау! Слушайте, ну выглядит это все эпично. Вот, смотрите на это. Буклы какие крутые! Так, здесь сверху у нас лежит какая-то книжечка, краткий справочник. Вот так вот все это дело выглядит на многих языках мира. Внутри рассказывается про то, что идет в комплекте, и как все это дело подключается и используется. Вот такая вот классная тема. Sony вообще молодцы. Вкладываем в сторону. Дальше у нас идут мини-боксы, юниты. Два маленьких. Нет. Один маленький, один большой. Вот такие вот. Сейчас положим их в сторону. Так, маленьком ничего нет. Это не юнит. Два юнита получается, да? Далее идут у нас вот такие вот инструкции Sony стандартные. Такие мы часто видим в телефонах Sony, в Sony PlayStation, в PSP, в PSV, везде такие были. Вкладываем в сторону. Также у нас идет вот такой вот демо-диск. Здесь у нас 8 демо, которые можно совершенно бесплатно попробовать. Нужно PlayStation VR. Все, больше ничего не нужно. Никаких уходов на коробке нет. Я так понимаю, что не все внутри. Все это закрыто под целлофановой упаковочкой. Еще одна книжечка. Это у нас гарантийный талон. Подробно рассказываю про гарантийные случаи и как все это дело обслуживается. На оригинальной Sony VR у нас один год гарантии от официалов. Поэтому, если у вас что-то сломалось, бегом в Sony Store в Москву. Он у нас тут есть официальный. Еще какой-то бланк ненужный. Ох ты. Большая батистовая ткань синего цвета в стилистике PlayStation. Конечно же. Блин, она даже перфорирована под PlayStation. Не знаю, на камере плохо видно. Попытаюсь вот так вот приблизить. Но она перфорирована всеми четырьмя правыми клавишами функциональными. Квадрат, угольный, кружок, крестик. Ну, вы все знаете. Складываем в сторону. Если нужна какая-то помощь, обращайтесь, пожалуйста, на вот этот вот сайт. Внизу указан playstation.com.slash psvr.defizhelp. Там все самое нужное и необходимое. Комплект шнуров. Первый идет у нас шнур HDMI-HDMI. Второй шнур у нас идет двойной HDMI. Какой-то непонятный HDMI. И тут какой-то блок питания с другой стороны. Собственно говоря, здесь у нас сам король сегодняшней вечеринки. Ничто иное, как... Батюшки мои, это же Sony VR сами очки. Так, в коробке у нас, по сути, больше ничего нету. Так что я сейчас очки возьму себе в руки. Провода и все остальное дело откладываю в сторону. Это нам дело не нужное. Очки кладу на стол. И два юнита, которые, возможно, мы сейчас распакуем. Невозможно. Распакуем и посмотрим, как это так. Получить в руки коробку с универ и не распаковать то, что идет в комплекте. Итак, давайте посмотрим... Нет. Мы посмотрим на них чуть позже. Давайте сначала откроем юнита. Маленький первый. На коробке нарисован шнур. Давайте откроем, посмотрим, что идет в комплекте. Небольшая ли коробка для такого маленького шнурочка? Так, это у нас провод питания. Стандартный power кабель. Ничего особенного нету. По-моему, коробочка все-таки великовата для этого кабеля. Я думаю, здесь как минимум будет маленький реактор. Откладываем в сторону. Так, во второй коробке более большого размера у нас уже что-то поинтереснее. Самое интересное, что провода для совсем уж таких чайников пронумерованы. Два, три. В инструкции все точно так же прописано, в какой последовательности все это дело подключать. Так что вот такой вот у нас блок питания идет и шнурок USB, microUSB. Не знаю, для чего. В инструкции должно быть описано. Посмотрим чуть попозже. А еще в коробке у нас идет вот такой вот свитч, коннектор. Ну, в общем, здесь у нас одной стороны два HDMI порта, порт питания, порт microUSB. Тот самый, который у нас шел в наборе, видимо, для подключения девайса дополнительных. И вот такие вот еще два с другой стороны HDMI порта. Я так понимаю, что к ним подключается. Да, на них написано HDMI TV, HDMI PS4. То есть, теперь это у нас усилитель. Я понял, это усилитель сигнала, который идет от плойки. Теперь, чтобы передавать изображение от VR, мы должны усиливать сигнал. Соответственно, у нас сигнал от плойки идет в этот коммутатор, от очков идет в коммутатор и, соответственно, от всего этого дело идет в телек. Вот такая вот тема. Самое интересное, что механически все это дело защищено. Сюда подключается блок питания, который там шел в наборе. Сейчас его по почве покажу. И вот так вот все это закрывается, он остается внутри. Защищен, подключен и его так просто уже не выдернешь. Так ведь? Да, совершенно верно. Вот такая вот тема. На нем, кстати, свой кулер стоит. Так что, думаю, эта штука будет достаточно громко шуметь, потому что все это дело в совокупности будет очень сильно нагревать систему. Откладываем в сторону. Больше в коробке ничего нету. Также в комплекте у нас идут вот такие вот наушники. Самые обычные соневские наушники, вакуумники, вкладыши. В комплекте идут еще два типа вкладышей для маленьких и больших ушей. Приятное дополнение. Ну, собственно, сегодняшняя программа это сами очки. Давайте их распакуем. Так, у них свой блок питания, у них свой шнур питания идет. На нем есть клавиши переключения, не знаю, что за регулировка. Кабель это HDMI, HDMI, два кабеля HDMI. Все верно? Да. Вот так вот все это дело за спину убирается. И сейчас мы попробуем это дело одеть. Вот так вот мы все это дело одели. И теперь нажимаем вот так вот кнопку снизу и очки у нас плотно садятся на лицо, прижимаются, как хотите, говорите. Самое интересное, что, я, конечно, не эксперт, но самое интересное в этом всем, то, что, в отличие от других очков, эти очки не на лице. Они висят перед лицом, как бы плотно сидят, но они на лицо не давят совершенно никак. То есть, вот, зафиксировано, вы можете смотреть, то есть, у меня нос уже в пазах, вот они очки приложились, при этом на лицо вообще нигде не давят, но при этом ничего в окружении я не вижу, а держится все это на голове. То есть, вот, я зафиксировал всю эту конструкцию на моей голове сверху и все, собственно говоря, больше ничего не надо. Очки уже используются. Вот и все дело. Провод маленький, уходит назад, они легкие. Это действительно удивительно. То есть, одевая те же HTC Vive, я понимаю, что они реально тяжелые, а это дело я почти не ощущаю. Вот единственное, что я чувствую в этих очках, это вот этот вот ободок на моей голове. Все, больше ничего не ощущается. Это несомненный плюс этих очков. Ну, давайте их снимем. Немножко неправильно выразился, посмотрел в инструкции. Это, этот модуль называется процессорный модуль, который усиливает сигнал. И на его портах мы подключаем камеру, очки, плойку и телевизор. И это все мы должны подключить к одной системе через все это дело, еще и питание подключить, чтобы все это вместе работало. И теперь самое главное. У меня, по крайней мере, в этом комплекте не идет камера Sony и нету контроллеров те самые, контроллеры с шариками. Вообще подразумевается, что они должны быть, потому что с помощью них управляются игры некоторые активные. Камера обязательна, джойстики не обязательны. Почти все игры каким бы то ни было образом, но управляются DualShock'ом и, по сути, этого достаточно. Но DualShock у вас идет в комплекте с вашей Sony, поэтому покупать его не придется. Но камера должна быть. В комплекте нет, поэтому учитывайте факт, когда вы будете покупать VR. То, что вам еще придется потратиться на камеру, если, как таковое, у вас ее нету. Собственно говоря, больше в комплекте ничего не идет. Самое главное здесь это сама камера, ну и процессорный модуль. Провода все кастомные, большинство из них можно купить отдельно. Есть какие-то эксклюзивные, ну разве что вот такой вот кабель, который идет с адаптером, переходником, который идет вот сразу туда, в замок. Но больше, по сути, здесь ничего особенного нет. Провод питания купить можно, наушники можно использовать свои и все тому подобное. Так что вот такой вот комплект у нас получился. Ну а ваше мнение, вы можете оставлять в комментарии. Средняя цена таких очков 35 тысяч рублей, плюс-минус пара тысяч. Ну плюс сама плойка еще идет 30 тысяч, пробует подороже стоить. Какие-то дополнительные девайсы, типа Dolshok'ов, типа джойстиков, типа камеры, это еще сверху тысяч 10, но в общей сложности это выйдет 1080. Ну то есть это, скажем так, в 80 тысяч полный комплект для погружения виртуальной реальницы. За 80 тысяч для ПК вы сможете купить только очки. То есть либо HTC Vive, либо Oculus Rift. А в домесах к этому вам еще нужно иметь как минимум топовый ПК. С 970 GTX минимально, с крутым процессом и все тому подобное. И в общей сложности вы потратите больше 100 тысяч на комплект для ПК. Поэтому как бюджетный вариант это пойдет. По поводу игр не знаю. Разберемся с вами позднее. Пока что возможности сейчас протестировать нет. Придется подождать некоторое время. Но обязательно вместе с вами мы посмотрим на эти очки в действии, поиграем в парочку игр, тем более у нас есть бесплатные демки и посмотрим на все это дело в совокупности. Я думаю это будет не страшно, это будет прикольно. Ну а ваше мнение опять же вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Обязательно ставьте лайк за то, что мы распаковали это для вас специально. Вот такая вот тема у нас подогналась, да? Ну а с вами был я Алексей. С вас подписка на канал и всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok